всем привет в эфире 10 выпуск видео подкаста двое на арбате почему появился опять со своим стендапом тут рассказать вам о том что у нас произошли некоторые изменения у нас появился еще один человек не знаю будет ли он постоянно к нам приходить или пришел один раз посмотрим человек этот кирилл леонов довольно таки интересный молодой человек кто такой вы можете набрать в яндексе посмотреть я рассказывать не буду пришел к нам чтобы вместе с нами поспорить может быть и может просто поделиться своим впечатлением по одной теме которая терзала нас последние на две-три недели мы много обсуждали с доктором хейфица мы вот решили на троих записать вот этот видео подкаст также хотел помощью сказать точнее прийти небольшие извинения у нас ближе к концу там небольшой кусочек придет с браком звука дело в том что звук мы пишем отдельно от видео потом я занимаюсь сведением то есть накладываю звук записано отдельно на то видео которое снимает наши камеры соответственно у нас там подошло небольшой сбойчик и часть звука идет именно взятого с камеры я не думаю что у вас это очень сильно может удручит звук может быть чрезмерно панорамный но этот небольшой кусочек к сожалению вот в таком качестве во все во всем остальном по моему беседа получилась интересная по моему опыт на троих получился довольно таки славным дай бог снова тоже понравится дай бог если кирилл леонов захочет нам тоже иногда приходить и обсуждать какие-то может быть не медицинские скорее такие социальные вопросы ну давайте посмотрим что из этого получилось и так приглашаю здравствуйте товарищи добрый вечер день какой вечер нет 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 вечера это у меня я вас тех вижу у меня темнеет глаза вот как вы видите мы размножаемся мы размножаемся причем протеногенезом мы выпьем для начала на нас уже трое видите он очень мал и худ поэтому у него очень большая чашка а я толстый лыз поэтому у меня марик а вархатов просто привык а он еще не доктором кандидат ему можно можно каких-то страшных там наук ну ладно значит дорогие друзья у нас сегодня решительные сдвиги произошли по фазе никак это связано с тем что население российской российской федерации и всех других стран которые нас смотрят решительно отказываются от глядения в первый и второй и все прочие каналы и переходят на смотрение единственного оставшегося телевизионного контента двое на арбате поэтому два плюс один появление кирилла это свидетельство того что мы становимся страшно популярными люди рвутся в наш кадр кирилл оказался первым потому что он самый умный он обладатель колоссального количества званий реалий наград я перечислить не стану потому что он сам подскажет а зачем да это очень берегу не смущать нет людей надо смущать пусть знают с кем имеют те с кем имеют дело вот значит поэтому видите мы размножаемся мы становимся в популярными поэтому вот нас уже скоро будет трое потом четверо на арбате потом пятеро на а потом телеграф телефон и как полосты на сейчас телевидение вся власть уроду да 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 хорошо в тема да да у нас сегодня тема ужасная кем доктора кандидат много и занудлива шучу самого начала потому что на самом деле я боюсь тема очень страшная она страшна еще и потому что вызвала в последнее время «Жуткий общественный резонанс», статья в газете «Спид.Инфо», интервью на радиостанциях «Эхо Москвы», масса откликов выступлений. Мы имеем в виду тему о детях-инвалидах. Или, как я недавно слышал, о детях-уродах. Мне не нравится это слово. Мне тоже не нравится. Оно маленькое другое значение имеет. Поэтому я предпочитаю слово «Тема о детях-инвалидах». Тема, поднятая господином Никоновым. Это журналист такой. Который высказывает так называемые крайне правые взгляды на право существования на свете детей-инвалидов. Он скорее наоборот. Наоборот. Я скажу тебе, что я слышал. Я слышал, что господин Никонов предлагает дать родителям право выбора воспитывать детей-инвалидов, которые у них появились на свет. Или дать им право на эвтаназию этих детей. Да я правильно? Да, все верно. Это вызвало жуткую бурю возмущения. Страшную. Причем, что меня возмутило в свою очередь. Я вообще не очень симпатизирую идеям, которые высказывает господин Никонов. Просто потому, что я доктор. Но что меня страшно возмутило, что господин Никонов стали обвинять в том, что он требует, чтобы детей-инвалидов убивали. Колесо-то ложки. Действительно, этого не было. Это бы не было. Я слышал, что он предложил родителям дать право выбора. Либо посидеть, дети живут в семье. Либо дать право родителям на эвтаназию этих детей. Да, правильно? Я вот тут сразу же в преддверии хотел бы такой вопрос развернуть. Ну, понятно. То есть, когда родился ребенок с тремя ногами, с двумя головами и так далее, родитель должен в праве выбирать, готов ли он, скажем так, воспитывать этого ребенка, всю жизнь положить на это. Это первый вопрос. А второй вопрос, собственно говоря, а почему нельзя было диагностировать это еще на стадии беременности, когда уже заранее все равно, не то, что на пятимесячном, а даже раньше, понятно, насколько, скажем так, развивается то или иное, скажем так, ну, назовем это уродство, хотя тоже неправильное слово. Знаешь, вот я с чего, так сказать, предлагаю? Я предлагаю начать с объяснения, откуда такие дети уберутся. А я, если позволите, я все-таки задам еще один вопрос. Мы можем потом разобрать, либо в начале и так далее, все-таки, насколько наше общество готово обсуждать такие сложные проблемы сейчас. Хороший вопрос, Кирилл. Вмечательный вопрос. Меня тоже он мучает. Итак, вот давайте мы, так сказать, по шагам, чтобы не было у нас сумбура и путаницы, да? Значит, вы не против, чтобы сначала попробовали понять, откуда они берутся, да? Откуда берутся дети? Значит, смотрите, дело в том, что мы совершаем всю ужасную ошибку, как мне кажется. Эта ошибка называется «человек-венец природы». То есть, мы вдруг решили сами для себя, что мы находимся вне эволюции. Ну, что смешно, когда вирус считает, что он венец природы. Да, совершенно верно, да. Между тем, с точки зрения природы, мы такие же скоты, животные, как стафилокок, улитка, обезьяна, птица. Я бы не стал так говорить, я бы сказал, они как по-другому все эти. Потому что ни стафилококк, ни улитка, ни обезьяна не нарушены так на саморазрушение, как люди. Я не об этом, Андрею. Ну, ладно, ладно. Я говорю о процессе эволюции. Я говорю о том, что эволюция человека как биологического вида продолжается. Она не остановилась. И природа, когда идет путем эволюции какого-то вида, она идет методом проб и ошибок. Это называется мутацией. То есть природа в кавычках постоянно пробует. А может вот это существо с тремя ногами существовать? А может оно существовать без головного мозга? А может быть сделать так, чтобы у него было пять глаз? А может быть сделать так, чтобы у него было шесть рук? Это мутация. Какая большая чашка Петри, грубо говоря, где все замешивается постоянно. Мутации бывают двух видов. Спонтанные, так называемые, и спровоцированные. Спонтанные мутации это те мутации, о которых мы ничего не знаем. Ими занимается природа. Мы не можем установить закономерность на сегодняшний день. Поэтому мы называем эти мутации спонтанными. А вот те мутации, которые являются спровоцированными, это мутации, которые вызваны воздействием на родителей этого ребенка, известных нам факторов. Ну, например, родители подверглись облучению. Или родители работали на химическом вредном производстве. Или родители алкоголики. Или они долго курили какое-то ужасное вещество, которое не является табаком, и которое приводит к мутациям. Или они болели какой-то болезнью вирусной, которая еще не изучена и дала какие-то свои осложнения непонятные. Либо еще что-то. Либо еще что-то. То есть то, к чему можем мутацию привязать, это мутации спровоцированные. А то, к чему не можем привязать, это мутации спонтанно. Так вот, появление детей-инвалидов, это проявление мутационного, эволюционного процесса. С этим сделать ничего нельзя. Эти дети были, есть и будут есть. Это надо понимать. Это первое. Теперь вот замечательно, после того, как мы поняли, откуда эти дети берутся, мы уже можем говорить о том, что с этими детьми делать. Но сначала Кирилл задал великолепный вопрос, а готовы ли мы вообще говорить об этом? Да. Судя по тому резонансу, который я читал и в разных ЖЖ, и на разных форумах, не готовы. Потому что люди, называя себя добренькими, но они называются, скорее пытаясь выглядеть добренькими, они с таким флагом наперевес предлагают убивать людей типа того, кто озвучил эту тему. Совершенно верно. У нас нет толерантности в обществе. То есть мне это очень нравится. Ради добра мы убьем. То есть это инквизиция какая-то. Я позволю все-таки, наверное, здесь еще одну вещь отметить. Чуть громче, Кирилл, говори. Я позволю еще одну вещь отметить. Дело в том, что все-таки, все-таки, это был первый элемент, который был понят. И мне кажется, что если еще через год такая проблема мы поняли, то все-таки для ирана общества будет гораздо больше. Да? Ты думаешь? У меня ужасно тессимистическое. Боюсь, мы маленько откатились. Мы, наверное, больше готовы были разговаривать в среде 90-х на эту тему, чем сейчас. Боюсь, что просто мы маленько уже забыли, что можно говорить на разных... Совершенно верно. Мне так кажется, что толерантность наша, вот как общество, если вообще у нас есть общество, для меня это вопрос, Кирилл. Окей, дай бог, чтобы оно было. Но для меня это огромный вопрос. Так вот, если у нас общество есть, то толерантность его по сравнению с 90-ми годами, на мой взгляд, стремительно падает. Я согласен. Мы скатываемся в сталинизм просто прямой дорогой. Черное-белое. Свой брак. Ну, не важно, потому что не надо такой лозунг, потому что... Окей. Допустим, мы не готовы говорить на эту тему. Но мы-то сами готовы говорить на эту тему? Мы готовы говорить на разные темы. Поэтому давайте высказывать свое мнение просто, что делать с этими детьми. Да? Значит, можно я продолжу? Да, так далее? Нет. Я хотел просто делать маленькую реплику, небольшую, по этому поводу, что на самом деле право выбора должно быть дано любому человеку. Во-первых, как я еще раз сказал, ну ты вот сейчас просветишь, почему нельзя сразу на стане беременности поставить мать в известность о том, что она родит такого, что она уже сразу была готова. Вот я же попросил тебя, можно я продолжу? Да, да, да. Значит, на мой взгляд, на врачебный взгляд, сама постановка этого вопроса говорит о нашем чудовищном, диком варварстве. О том, что культура элементарная в нашей стране находится ниже Плинтуса. Я объясню, почему. Как поступают нормальные, грамотные люди? Во-первых, в идеальном варианте, в идеальном варианте, если два молодых человека, ну мы говорим сейчас о гетеросексуальных отношениях. Ну, естественно, другие не рожают детей. Если два молодых человека хотят вступить друг к другу в интимную связь, то в идеальном варианте, а не то и этого, должны пройти медицинское обследование. Как это принято в Америке. Элементарное. Сдать кровь на СПИД, на вирус гепатита С, на вирус герпеса и на прочие неприятные бяки. Это некий идеальный вариант. Это называется культура. Но в жизни бывает все. Бывает спонтанный секс. Бывает. И тогда этот спонтанный секс должен быть защищен. Как мне кажется. Но беда в том, что многие бяки передаются и при поцелуе. А поцелуи вы не защитите. Поэтому я считаю, что вот спонтанный секс это всегда огромный риск. Это надо понимать. Это даже не к вопросу деторождения, а к вопросу заражения одного человека другим. Это первое, что я хочу сказать. Второе. Если же отношения доходят до такой стати, что люди хотят родить ребенка, приступать к процессу деторождения, приступать к процессу зачатия, на мой взгляд, дикая глупость без медицинского обследования. Я бы сказал больше. У многих странах мира существует парад, когда мужчина и женщина, желающие заключить брак, они проходят, скажем так, специальные обследования на состояние, на психическое, на состояние здоровья, на группу крови, потому что зачастую если у людей одна группа крови в принципе не смогут быть, скажем так, родить ребенка. Поэтому в многих странах принято это перед свадьбой проходить вот такое вот обследование. Что далеко ходить? Мой сын, который живет в Израиле, перед тем, как они с женой, они поженились с девочкой, да? Они какое-то время пожили и решили завести ребенка, да? Перед тем, как они решили завести ребенка, там это, кстати говоря, просто обязательно, если ты этого не делаешь, ты идиот. Они пошли к доктору, сдали, прошли полную генетическую экспертизу, так называемую. И им выдали, в конце концов, огромное заключение. Каков риск того, что у них родится ребенок с синдромом Дауна? Каков процент риска, что у них родится ребенок с какими-то другими, да? Мне сын рассказал, говорит, папа, я читал эту простыню, как роман. То есть доктор им все объяснил. И когда они увидели, что риск рождения ребенка-инвалида минимален, мизерен и не превышает обычного мутационного риска, только тогда они спокойно приступили к сладостному процессу делания этого ребенка, который, слава тебе, Господи, уже родился и которому уже, сколько уже, омрился в октябре. То есть вот она, культура-то. Я позволю сказать такую вещь. Кирилл, громче туда. Все-таки немножечко противоречие вам. Все-таки. Хорошо, но если люди любят друг друга, а тем не менее риск того, что родится ребенок-инвалид, ребенок-дак с психическими расстройствами и так далее, очень велик. Окей. Что делать тогда? Мне кажется, все-таки это вторая ступень. Насколько они готовы? Дело в том, что я боюсь, что такое вот четкое закрепление того, что все-таки такого рода исследования перед зачатием должны проводиться, оно должно, оно может привести к тому, что в обществе они будут закреплены законодательно. Так здорово! Мне кажется, что тем самым это приведет к тому, что мы потеряем на самом деле вот такие понятия, как любовь, позвольте сказать. Почему? Не подобно. Кирилл, я не понимаю, честно говоря, может я дурак, прости меня, я не понимаю, каким образом любовь связана с деторождением. Я это плохо понимаю. В конце концов, есть люди, которые не могут иметь детей не из-за того, что высок риск ростил детей инвалидов, они могут иметь детей в каким-то другим физическим неприятности. Кирилл, мы тут извращенцы, многие вообще не понимаем. Мы один человек в медицинском, допустим, в лософском образовании, но нам очень сложно какие-то вещи понять, которые нормальному, то, что называется, человеку неотягощенному, скажем, какими-то вещами. Он может быть намного более простым. Нет, подождите, тема узкая, мы не говорим о любви. Тема узкая. Что делать с детьми инвалидами? Мы приведем к тому, что уже все произошло. Не важно. Подожди, подожди. Первый шаг. Сделать так, чтобы детей инвалидов было как можно меньше. Как это сделать? Предварительное обследование, тщательное, перед принятием решения вопроса о том, что семья хочет ребенка. Постоянная диагностика во время беременности. Мне кажется, что здесь есть еще один важный элемент. Если мы говорим все-таки о детях с психическими расстройствами, мы прекрасно понимаем, что на уровне радиоциализации если этот ребенок находится рядом с родителями и так далее, то нитивное развитие данного ребенка идет гораздо более продуктивно. Это второй шаг, Кирилл. Я говорю о том, ребенок еще не родился, он еще не зачат. Как сделать так, чтобы не произошло зачатие, которое приведет заведомо к рождению неполноценного ребенка? Я же вот о чем говорю. Я с вами согласен. Но тем не менее, я просто уже хотел перейти к проблеме, которая надавна. То есть, это не произошло, мы диагностику не делали и родился уже ребенок. Да, да, да. О, вот. Теперь второй шаг. То есть, мы просто покончили с первым, и переходим ко второму. Да. Вот теперь, что я хочу сказать на эту тему. Мне кажется, что это вопрос веры или не веры в Бога. Вот я объясню. Для человека, который верит в Бога, но, во всяком случае, скажем, для человека, который является христианином. Я очень плохо разбираюсь в религии, которая называется ислам. Я считаю, что вот для иудея и для христианина человеческая жизнь это наивысшая ценность. И убийство, отнятие жизни у кого бы то ни было, под каким бы то ни было предлогом, для настоящего христианина или для иудея невозможно. Ни Бог дал эту жизнь и ни мне ее отнимать. Согласен, абсолютно. Вот. Поэтому люди, если они верят в Бога, если они находятся в рамках наудо-христианской культуры, да, может быть, кстати, это характерно и для буддизма. Я этого не знаю так глубоко, чтобы говорить об этом. Да? Значит, если они верят в Бога, этот вопрос решен. Они оставляют себе ребенка и живут с ним. Так ведь? Тем не менее. Да. Теперь мы говорим об атеистах сразу. То есть мы этот вопрос тоже решили. Что делать атеистам? Люди не верят в Бога и у них родился ребенок и Бог. Я здесь согласен с Никоновым в каком смысле? В смысле в том, что родители должны иметь выбор жить с этим ребенком или отдать его в некое учреждение? Мне кажется, что там выбора не должно быть. Нет. Я считаю, во-первых, нужно спередовать еще должен быть третий вариант. Человеку нужно работать. Во-первых, он должен осознавать, на что человек, скажем так, подписывается, на что он себя обрекает, делая выбор, оставляя у себя этого ребенка. Это правильно. Он должен понимать вообще, чтобы не получилось так, что через пять, через два, через год, он не сказал, господи, что я наделал? И начинает уже тогда от него избавляться. Совершенно верно. Андрюш, но когда я говорю о выборе, я имею в виду выбор сознательный. Это да. То есть человек понимает, что он выбирает. А вот для этого он с ним работает. Объясняй. У нас совершенно этого нет. У нас абсолютно некому это объяснять. Ни гинекологи этим не занимаются, на мой взгляд. Ни педагоги. Ну, для начала, извини. Никаких субструкций. Ир, для начала у нас есть большая проблема. У нас, в принципе, институт психологов отсутствует как класс. Не в школах его нет. Я не говорю про тех вот людей, которые где-то за деньги кому-то что-то рассказывают. Я говорю о тех, кто должен работать в школах, хотя обмудсмены, всякие психологи и так далее. Я не говорю о тех, кто должен при больницах быть психологи. Не врачи-психологи, а тех, кто... Вот как класс не существует. Это ужас. Вот тот, кто будет объяснять последствия выбора не только ребенка, вообще любого, так сказать, выбора медицинского или выбора, какого-то жизненного и так далее. Просто человеку может объяснить, что он должен и обязан будет делать в случае этого выбора. Совершенно верно. У нас абсолютно... Я вот даже рискну заявить такую вещь, как мне кажется, что воспитанием человека структуры, обязанные этим заниматься, они занимаются совершенно. То есть ни в детском саду, ни в школах, никто не объясняет людям, с чем они столкнутся, когда вырос. Идет вечный дурацкий спор между семьей и школой, семьей и детским садом, кто что кому должен. Я бы, если позволить, я сказал бы, что вот, наверное, слово воспитание здесь, наверное, не очень верно произносить. Потому что у людей, безусловно, должна быть такая возможность. Ну, конечно. Ну, конечно. А если нет, этих специалистов нигде. Ну, не пойдет же действительно... Я, например, не встречал, чтобы кто-то шел к психотерапевту или психоаналитику и говорит, скажите, вот у меня ребенок инвалид, оставить мне его или сдать государство? Я таких случаев не знаю. Нероссийская практика. Просто нероссийская практика. Не принято. Поэтому первое, что мы отвечаем, это чудовищную неподготовленность. Прав опять Кирилл, да? Чудовищную неподготовленность нашу к решению подобных вопросов. К просветительской работе. Все-таки, ну, к какому-то воспитанию, Кирилл. Да, да. Да, если просвещение может в какой-то степени быть отнесено. Просвещение, да. Ну, в какой-то, да? Поэтому, смотрите, я предлагаю дать родителям выбор не между жизнью ребенка и эвтаназией. Нет. А между жизнью ребенка в семье, да? И отдачей этого ребенка в какое-то государственное учреждение, которое, так сказать, призвано заниматься содержанием этих детей. То есть, скажем так, вариант эвтаназии ты вообще не ставишь. Нет. Для меня, ну, я просто верю в Бога. Для меня это просто не стоит. Для меня это невозможно. Отлично, для меня. Невозможно, да? Я, значит, отчего я так вот горячо это, да? Дело в том, что я имею право об этом говорить, потому что, когда родился один из моих детей в 85-м году, мне, она родилась в состоянии так называемой серой асфиксии. У нее было обвитие пуповины. Обвитие пуповины, значит, в процессе родов вокруг шеи, да? Придушина родила. Придушина родила. И мне друзья, которые принимали роды у моей тогдашней жены, они сказали, ты оставь его, не бери. Этот ребенок не будет ходить, не будет говорить. Уже сейчас видно, что у него детский церебральный паралич. Я помню совершенно точно, что я испытал такой чудовищной силы шок, что я сегодня, глядя назад, удивляюсь, как я не сошел с ума. Моя жена тогдашняя, сразу вообще, у нее мгновенно пропало молоко, она не могла ни на что реагировать, она только рыдала. И это просто как-то обсуждать с ней не имело смысла. Она была не в состоянии его обсуждать. Мы, конечно, взяли эту девочку. И я помню, что год у меня жизни не было. То есть я сразу нанял, значит, нашел такого массажиста специального, забыл, как это слово называется, забыл этот термин. Короче говоря, у него был тяжелый порог зрения, и поэтому у него были очень высокие тактильные ощущения. Ну, почти все порог массажиста, они маленько слеповаты. Слепового массажиста я нашел. Есть какой-то термин, который обозначает это состояние его заболевания. К сожалению. Я нашел слепого массажиста. Я каждый день ей делал ванны из морской воды. Покупал аптеки, значит, морскую соль. Я занимался с ней специальной гимнастикой. Я делал дома сам массаж. Короче говоря, год жизни не было совсем. Да? И к исходу этого года она пошла. А говорить, то есть там вот эти вот всякие слоги, она начала еще раньше. То есть диагноз врачебный оказался неверен. Ну, не диагноз, а прогноз. Но ведь это были мои друзья, которым я верил просто как Богу. А это отдельная тема. И они мне показали и продемонстрировали, когда они девочку отдавали, они мне показали и продемонстрировали, все-таки я доктор, я видел этот набор патологических симптомов, который говорит о детском церебральном параллете. Ну, это отдельная тема, ошибочность диагнозов и так далее. Я не герой никакой. Я просто для меня невозможно это было. Мне кажется, что я не герой. Да, не, никакой я не герой. Просто я хочу сказать, что не все люди могут принять такое решение. Боже упаси, требовать, да? Тебе повезло. Вот я год не было жизни, может два, может три. Я видел людей, которые можно назвать с точки зрения Кирилл, герои, которые 15 лет и больше этим занимаются. И более того. И всю жизнь этим занимаются. И более того. Которых Кирилл потом посещает эта страшная мысль. Зачем я взял этого рядокса? Я приду один пример. Я вот как известно, скажем так, я недавно лежал в больнице и там лежала женщина в женском вверхотделении. К ней ходила, увидев раз, мама. Потому что она, по-другому, какая-то больная. Она была довольно-таки неходящая. То есть маме уже лет, наверное, где-то 60, женщине лет 40. Вот то есть получается, по логике все это время, она за ней ухаживала. Да ужас. А что будет, когда мама скоро умрет? Потому что ей уже очень много лет. Кошмар же. Когда остается, скажем, очень часто такие дети остаются в неполных семьях, как правило, уходит отец, не выдерживает, остается мать с ребенком. И не дай бог умирает мать раньше этого ребенка. Это катастрофа. А это возможно. Сульки падают. Это катастрофа. В нашем обществе здесь. Потому что я уверен, что за границей это не так. Я не столько хорошо знаю социальную программу в отношении инвалидов там, чтобы говорить. Я тебе чуть позже переведу один пример. Но пока просто хочу закончить свою мысль. Итак, я предлагаю выбор родителям между тем, между возможностью оставить ребенка в семье и заниматься, или возможностью сдать его в соответствующее учреждение. Но я при этом ставлю одно огромное но. Я считаю, что если вы сдали ребенка государству, вы должны его содержать. я скажу почему. Я, как врач, знаю, в каких ужасных условиях сложатся эти дети здесь. Это, ну, у меня нет слов, чтобы это обозначить. Что значит эти дети? Вообще любые дети в госучреждениях содержатся в ужасных условиях. Я не готов окультах. У нас это просто ад. У меня была возможность сравнить то, что происходит здесь, с тем, что происходит в Германии и в Израиле. Это две разных планеты. Это даже, это вот, это две разных галактики, да? Я знаю, каковы учреждения здесь у нас в стране, и каковы эти соответствующие учреждения в Германии. Я их видел, я там был. И что делается в Израиле, я знаю тоже, да? Я еще хочу сказать, это две разных галактики. Так вот, родители, которые отдали ребенка в государственные учреждения в России, должны, ну, пусть не полностью, но принимать участие в его содержании. Это утопия. Окей, это утопия. У нас, скажем так, даже по разводу муж там не может жене отдать деньги, ты говоришь, ты не можешь. Это утопия. У нас 90% людей нужно 90-80%. Получается конвектор зарплаты. Андрюш, это безусловно утопия. Мое дело здесь во время этого разговора маленькое. Высказать свое мнение. Тут у Кирилла какое-то мнение есть. Он пытается сказать. Знаете, мне кажется, что действительно у вас очень верный и правильный немножечко идеалистическое мнение. Да не немножечко, а полностью идеалистическое. Может быть, может быть. Не, но хочется все равно верить. Верить хочется. Да не в кого. Я хотел бы, собственно говоря, выразить такие два сомнения, которые отчасти уже Андрей сказал. Которых Андрей сказал. Первое и главное, что на самом деле российские социальные учреждения к этому абсолютно не готовы. Это первое. К сожалению, они не готовы сейчас, и я боюсь, что они не будут готовы и в будущее. Даже и бояться нечего. Так и есть. Помимо проблемы денег, есть проблема, которую мы опять же уже затронули. Проблема профессионала. Конечно. А соответственно, чтобы он появился, его надо и соответственно воспитать. Это деньги. Помимо этого, надо построить образовательное учреждение и найти людей, которые будут этим заниматься. Конечно. Помимо того, что они учить будут. Вы знаете, здесь еще проблема от того, что на самом деле даже если мы будем готовить такие специалисты, не каждый из них пойдет на годы. Безусловно. Конечно. Это очень сложно. Сто процентов вы правы. Вот. И к сожалению, к сожалению, мне кажется, что сейчас сейчас все равно соответственно вот этот выбор, который вы предлагаете соответственно либо передать в госучреждение, либо оставить на собственный стратарист и так далее. Он не совсем реален и я, я, к сожалению, несмотря на то, что так же и рукован, боюсь, что вторее за эвтаназию либо же действительно родители должны оставлять ребенка себе. Либо эвтаназия. Но Кирилл, на каком уровне? Но Кирилл, кто будет эту эвтаназию делать? У нас причина тоже эвтаназия больных, которые сами хотят. Вот ты можешь себе представить на месте человека, который перекроет кран. Пусть это будет родиться. Родители сами? Нет, тоже утопия. Такая же утопия, как Содержа. Это экина. Я просто смеюсь, потому что у меня истерика. Я просто не представляю, как родитель ведет в вену больному ребенку смертельную инъекцию. даже не в этом дело. Я по-другому скажу. Мы представим ситуацию, что, так как у нас еще раз говорю, что это дикость, когда у нас не могут матери сказать, что она заведомо уже носит в себе некого увечного ребенка, она узнает об этом во время рода. Те представщики говорят, вот у вас родился род, давайте-ка придушите ее прямо сейчас. Ну, не надо так, Андрюш. Никто не скажет придушите. Скажет по-другому, но суть будет то же самое. Она услышит именно это. Ну, понятно, что она услышит. Я вот еще раз хочу сказать, что проблема эвтаназии, помимо всех моральных аспектов, о которых говорить уже не надо, она чудовищна и еще в том смысле, что, опять же, Кирилл, нет людей, которые это будут делать. Нет закона. Мы должны, это само собой, то есть мы должны в медицинском институте, Кирилл, на самом деле, воспитывать таких людей надо со школьной скамьи. Это отдельный врач, эвтанаст. Понимаете, да? Отдельный врач-эвтанаст. То есть когда-то была специальность, которая называлась палач, да, теперь это будет эвтанаст или эвтаназер, я не знаю, как его назовут, да? И вот этих эвтаназеров надо воспитывать со студенческой скамьи. Согласен. Но это отдельная больная тема, которую надо брать. То есть люди, которые лечат, они не имеют права быть эвтаназерами, да? А эвтаназеры не должны лечить. Это колоссально, это совершенно невероятная вещь. Вот я говорю, на самом деле, это та вещь, о которой тоже надо много говорить, но мы посвятим мне отдельную запись, потому что одна история, это вот то, что мы с Гринбаной Укей, вторая история, это люди, которые годами мучаются, они не хотят мучиться, и у них некому прекратить эту ситуацию. Но я не думаю, что мы сейчас будем это обсуждать, у нас другая тема. Нет, нет. В целом, просто вот я почему говорю, что это утопия. Я прекрасно понял, о чем говорит Кирилл, я много в чем-то с ним согласен, но единственная история, что действительно у нас нет ни законов, которые бы разрешили это делать, и не будут в ближайшее время из многих, в том числе, пабулейских соображений. Конечно. И из-за того, что мы говорили, невозможность вести диалог, то есть готовить общество, воспитывать общество, к этому надо готовить. Человек должен быть свободен, чтобы мыслить в разные стороны и выбросить в свои головы шаблон. Это раз. Вот, второе, у нас просто нету института, вот этого, который говорил правильно, Юрий, то есть у нас нету того, кто будет этим заниматься. Ну, представь, ну, тут самый акушер-гинеколог, он больше чем заниматься этим? Нереально. Абсолютно. А кто это будет делать? Верух, кто? Кто придет со скайпелем и обрежет, скажем так? На мой взгляд, мы должны констатировать с вами, дорогие друзья, что мы не знаем, как эту проблему решить. Правда? То есть и так же, как не знает никто. Но я хотел бы закончить разговор, знаете, на какой ноте? Нам же пора закончить. Я думаю, нет, мы ее не закончим, потому что мы не обсудили ту тему, которую Кирилл правильно поднял. Вот, в Твиттере мы с ним это обсуждали. Это о самом обществе и обсуждении этой темы. Реакции. Может, это вторая тема, Андрюш, а не сюда? Значит, что смешается? Не смешается, не смешается, потому что не надо это разделять, пускай лучше я разделю сам разговор потом технически. Окей. Давай тогда просто поставим... Докторую. Да, да. Нет, нет, мы сейчас просто поставим такую свинцовую переборку, пылеводонепроницаемую. В первую очередь между разговором про детей инвалидов и об обществе, готовом или не готовом к этому разговору. Вот я просто ставлю эту переборку, хочу сказать, это мое мнение одни же, меня страшно возмущает во-первых, предложение кастрировать господина Никонова, окрубить ему голову, сжечь его на площади, расстрелять, объявить... Ну, у нас периодически ходили кастрировать. Объявить фашистым подонкам и прочими делами. Меня это... Ну, это свойство российского народа, мне это не удивляет. У нас сперва Ельцинбург, потом у нас Ельцинбург. Это просто... То есть это то же самое. Такое обезьянье состояние общества. Да. Просто вот среди горилл, среди горил, по-моему, такого... Дорогие друзья, мы хотим сказать вам всем до свидания. Ну, до скорого свидания. До скорого. Пожелать счастья и любви. Мы и тему сегодняшнюю, конечно, не закрыли. Мы поставили такое точимно... Ну, много дочери. Да, мы поставили многозапятитие и мы ее продолжим в одной из наших следующих передач. Извините, пожалуйста. Хорошо получилось. Хорошо получилось. Доктору не хватает благофета. Доктору не хватает фотогола. Галаперидова. Галаперидова. Всего доброго. Перикаладова. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. До скорого встречи. Спасибо.